Что у Кельна и так проблемы, так еще и потеря Хектора на три месяца. Это очень серьезная потеря, потому что Хектор, естественно, самый сильный игрок этой команды. И это потеря не только для Кельна, но еще и для сборной Германии. Теперь непонятно, кто будет играть слева. Ну или справа даже. Ну такой у нас прогулочный стрим получается. Перейдем не знамо куда. Так, Monster Hunter. Да, я всегда хотел начать играть в Monster Hunter, но никак у меня не получалось. Потому что Monster Hunter это все-таки игра, рассчитанная на мультиплеер, ну даже на кооп точнее. И в Monster Hunter весело играть с друзьями. Вот, например, Али Хан играл в Monster Hunter на PlayStation Portable с друзьями на даче. Главной проблемой было то, что в Monster Hunter Freedom на PSP был только локальный мультиплеер. Ну то есть только через 20% батареи, но это не страшно. У меня есть пауэрбанк. Да, только мультиплеер по Wi-Fi, но не по интернету. И можно было настроить консоль через KX-Link или как-то так называлась программа. Но у меня был Акадо провайдер, и никакого KX-Link с Акадо не было. Не получилось настроить. Поэтому так в Monster Hunter я и не поиграл. Потом я пытался застримить Monster Hunter на эмуляторе V. Monster Hunter G или что-то такое. Но это была одна из единичных игр, которые очень херово эмулировались. Долфином. Вот что там такое, друзья? Пошли туда. Не хочу идти по дороге. Да, Кимих отдал три ассиста. Кимиха надо переводить в центр поля. Нечего делать ему на фланге. В матче с Вердером, по-моему. Я что-то не помню уже. Кимих играл справа, но его постоянно страховали, потому что он смещался в центр. И это очень здорово. Работало. Но в последних матчах Кимих играет немного по-другому. А вот мне интересно. Этот телефон покажет мне, когда будет 10% батареи? Я надеюсь, что да. Тут парковка. Ничего интересного. Там я вижу улицу, ну и башню. Пойдемте к башне Костанкинской. Возможно, там что-то интересное. В любом случае можно вернуться, потому что я не против прогуляться. Хотя, Паттайя – это не идеальный город для прогулок. Опа, Сеня, спасибо за 30-очку. Что посоветуешь посмотреть? Фильмы там, всякие сериалы. Спасибо за донат. По поводу, что посмотреть. Я тебе посоветую то, что посоветовали мне, но сам я еще не смотрел. Поэтому это так. Как это? Как бы так объяснить? Короче, ладно. Вагон мне вчера посоветовал посмотреть Baby Driver от Эдгара Райта. Это, если что, режиссер Скотта Пилигрима против всех. Очень нахваливает его вагон, так что можете посмотреть. Я вам ничего советовать не буду, потому что еще не понравится, и будете меня гавнить. Лучше гавните вагона. Baby Driver. Как по-русски называется, не знаю. Я вижу какой-то обрыв. И дорогу. Что это такое? Понять нельзя. Но мы идем туда. Заметил я, чем старше становится человек, тем больше он теряет интерес к играм. Ты тоже уже потерял интерес. Я не думаю, что это связано с возрастом так сильно, как может показаться. Есть куча примеров, когда люди и в преклонном возрасте только начинают играть в игры и познают этот вид развлечений. А есть те, кто уже в 14 лет теряет интерес. Таких друзей у меня, ну, или знакомых довольно много. Возьмите в пример. Ладно, наверное, Мэд это неудачный пример, потому что никто не знает, что в голове у Мэда, кроме него самого, ну, или, возможно, зануды. Нравится Мэду играть в игры или нет? Мне кажется, что нет. И уже очень давно. Но такова его профессия. А я, честно, хоть ни во что играть сейчас не хочу, но в новый ПЕС поиграл бы с большим удовольствием. Но это, знаете, не столько я хочу поиграть в ПЕС, сколько хочу поиграть в ПЕС с анди-поясом. Тут какая-то стройка. Я вообще не знаю, где. Автомат с водой, так что от жажды я не умру. У меня вот такое ощущение, что где-то пляж. Погнали вон туда. Не знаю, что там. Но также я не знал, где. О, там телек работает. И полчаса назад. Понимаете, задротить в Destiny в свое удовольствие это одно. Задротить для стримов и то другое. Но также можно задротить и подключить стрим. Что, в принципе, Мэтта делает очень часто. Когда он играет в какой-нибудь FM, почему бы не подрубить? Но, знаете, я скорее отношусь к стороне анди-пояса. Многие из вас, конечно, не знают ничего о нем. Но те, кто смотрел его стримы, знают, что закончил стримить анди-пояс, потому что не мог во время стрима погрузиться в игру. Он сравнивал игры с книгами. И он говорил, что для того, чтобы полностью погрузиться, он должен играть один. Я могу его понять. Поэтому, естественно, полного погружения во время стрима добиться очень сложно. Да, Вагнер забил головой. Правда, Хофенхайм все равно проебал. Знаете, они бы хотя бы какой-нибудь указатель поставили. Типа, бич направо. Где я? Песик. Шо я? Подключу я, наверное, пауэрбанк. Ой-ой-ой. Это будет проблематично сделать, потому что у меня провод короткий. Сейчас. Попытаюсь. Надо присесть. Сейчас я найду местечко. Черт. Рот упал. Вот, например, я до сих пор не понимаю, как стримеры стримят фильмы. Я знаю, что многие это делают. Но я вот не представляю, как это выглядит. Все, хочу хоть разок зайти к кому-нибудь посмотреть. Но все как-то не доходит до этого. А, Хофенхайм сегодня играет в Бундесе. Я что-то подумал, что сегодня понедельник. Что ж такое? Это негде присесть. Ладно, приседу прямо на дорогу. Мне нужно просто вставить пауэрбанк. Секундочку. Фильм «Оно». Нет, не хотел бы посмотреть. Я бы хотел книгу прочитать. Ну, или посмотреть оригинал. Вау. Что-то не вылезает. О, все. Влезло. Лоу-беттери. Все, беттери заряжается, друзья. Можем идти. Что такое? Все, норм. Можем дальше передвигаться. Это выглядит так. Васян сидит вебка в углу фильма и тогда комментирует и рафлит. Понятно. Ну, не знаю, насколько это интересно. Что-то пауэрбанк барахлит, друзья. Постоянно показывает мне, что не заряжается. Может, вот так вот пойдет? Очень много китайцев. А вот русская дама объясняет, что она хочет ту, ту, а парень не понимает. Тут как-то уже повеселее. Хоть музыку играть. Вообще, я очень-очень сильно хочу пить. Поэтому на следующем 7-11, наверное, приобретут что-нибудь. Друзья, шел вот-вот песик. Идет с хозяйкой. Смотрел на меня, смотрел. И как рванет. Она его удержала на поводке. Я не знаю, почему, но собаки меня здесь не переносят. Хотя я люблю собак. Собаки прикольные. Я тоже прикольный, но непонятно. Так, это я снова в гору поднимаюсь. А мне туда не надо. Я немного запутался. Откуда я пришел, куда я иду. Это же явно в гору. Тут же прям видно, что идет подъем. Ладно, давайте пройдем туда, куда едут машины. Или пойдем вообще вон туда. Друзья, интерактив. Куда идем? Я совсем не понимаю, где я. И указателей тоже нет. Но мне в гору, по идее, не надо. Планируешь ли выучить тайский? Ну, я так посидел на пляже, ожидая встречу с дамой. Делал было нечего. Я просто читал словарик и запоминал. Ну, и в принципе, до пяти я считаю, научился довольно быстро. Думаю, что если тратить на это пару часов в день, то можно какую-то базу довольно быстро наработать. Ну, я вот не понимаю, где. Ладно, пошли вон туда. Ну, что там? Непонятно. Мне все время кажется, что я иду к пляжу. Но мне кажется, что я ухожу от него все дальше и дальше. Потому что это не похоже на туристический... Ой, какой-то чувак. Не похоже на туристический район. Ну, давайте дойдем до конца. Вон там вроде как конец улицы. И если там... О, друзья, свежий ветер. Свежий ветерок. Возможно, это бриз. Бриз с пляжа. Это дорога. Это просто дорога. Опять это музыка. Тот же самый трек. Вы слышите сверчков, жучков. Последние две квартирки продаются, так что кто? А, еще и иностранец владеет. Но, опять же, владеет иностранец только 49 процентами. Имейте в виду. Получить гражданство Таиланда невозможно. Ни при каких условиях. Даже если вы вот роддом скупите. Так, это кондоминиум. Здесь можно снять квартиру. Но мы дойдем до самого конца. Вот там автобус. А, стоп. Я помню это здание. Чуваки. Я понял, где мы. Если это действительно пляж, то, кажется, я догадался, куда мы пришли. Если это пляж впереди. Причем, я не уверен. Ну, это очень похоже. Очень похоже на пляж. Нет, это не пляж. Это не может быть пляж, потому что там какое-то здание. Тогда где я, твою мать? Да, это сплошная гостиница. Это даже близко не пляж. Но зато здесь есть целый лаван. Значит так, там гора. Нет, друзья, я тоже подумал изначально, что это пляж. Но, наверное, пойдем вниз. Гору нам точно не надо. Ну и, возможно, когда-нибудь мы выбредим на знакомую мне дорогу. Просто абсолютно случайно. Но я точно как Виджулинг. Просто иду себе вперед. Ну да, чем больше вывесок, тем ближе мы к главной улице. О, чуваки, вот, видите, так, я здесь был, потому что я точно вот это показывал. И вот желтая вывеска на вершине здания. Это точно, где я был. Возможно, по этой улице я поднимался вверх к Большому Будде. Скорее всего, так и есть. Так что я приблизительно понимаю, где я. Потом мы спускаемся. Да. Ну или нет. Да, ебанга я чувствую до сих пор. По утрам очень чувствуется ебанг. Это ощущение никуда не делось. Да, я вам показывал доставку еды. И вот там, да, мы здесь были, ну не знаю, 15 назад, может быть, час назад, а может быть и не были. Ну это очень похоже на улицу, по которой я шел изначально. Я сейчас подумал, проскочила такая мысль снять... О, друзья, тачка. О, нет. О, нет. Черт возьми. По-моему, если я пойду туда, ой-ой-ой, я запутался. Я запутался. Мне надо назад. Или вперед, чуваки, как мне вернуться обратно? Спасайте. Потому что камеру... Камеру я не могу выключить, иначе стрим остановится. Да я-то понял, что мы сделали круг. Но круг относительно чего? То есть, если я сейчас пойду прямо, я снова приду туда, куда мне не надо, да? Ха. Твою мать. Ладно. Пошли назад. Точно. Мы сейчас немножко вернемся. Какие деньги, мобот? О чем ты говоришь? Деньги покерные. Не слышите, он сумасшедший. Я, к сожалению, не знаю, на какой я улице. Потому что тут, ну, типа, не написано. Это туман, похоже. Ну, вот что-то слева похоже. Вот когда я вам показывал эти объявления с жрачкой? Может быть, мне туда? Может быть. Да. Пойдем туда. Матвей, а я не знаю, где. Черт, там собака. Все, туда я не пойду. Изначально я был смел. Я шел на собак, даже если их было пять. Но... ...собаки очень злые. Окей, возвращаемся. Привет, Тельдарка. Привет всем, кто только подошел. Вы пришли в момент, когда я тупо заблудился и не знаю, куда идти. Просто топаю. Куда глаза глядят. Это, если что, город Паттайя. Страна улыбок. Точнее, королевство. Таиланд. Конечно, можно подойти к местам и спросить, где Джамтиен, например. Но это будет все равно, что в черта, но вас спросить, где Арбат. На вас также посмотрят и покажут куда-нибудь туда. Друзья, о, черт.